Мотоцикл Александр, ну почему именно мотоцикл? Это работа или любовь к железным коням? Ну без любви к двухколесной технике здесь тоже нельзя, конечно, обойтись. Большинство наших сотрудников имеет также личный мототранспорт, поэтому многие этим увлекаются довольно давно. Поэтому тут, скажем, совмещено и любовь, и служба. Самое интересное, были ли погони и какие самые запоминающиеся? Какие-то особо запоминающихся выделить довольно сложно. Погони были, ну их крайние пару лет особенно, крайне мало уже. Зачастую это происходит даже не столь погоня, а сколько, ну бывает, водитель отвлекся, не заметил жеста об остановке, допустим. Через некоторое время там догоняешь его через 100-200-400 метров как будто. Вот через СГУ выдаешься в команду об остановке. У человека останавливается, в правилах все в порядке. А много ли пьяных водителей двухколесных железных коней? Тоже довольно большая редкость, очень большая редкость. Потому что управлять состоянием опьянения уже с потерей, скажем так, частью координации, реакции мотоциклам современным довольно сложно. Поэтому многие, кто-то опасается попасть в аварию, кто-то не садится за руль и за страх потерять водительское. Поэтому довольно мало кого можно встретить за рулем мототранспорта в состоянии опьянения. Вот в этом году, получается, у нас нетрезвых водителей выявлено не было за рулем мототранспорта. Был оформлен один лишенный из этих из групп нарушений. Ну, так чего-то серьезного в этом году не было. Еще не успели? Ну, еще, да, слава богу, может и не будет. Какие задачи главные, как у представителей правопорядка, перед вами стоят? В первую очередь, обеспечение безопасности дорожного движения. Это самая главная наша задача. Ну, также обеспечение общественного порядка. Как бы у нас, конечно, специфика более уделяем внимание мототранспорту, мотоциклистам, так скажем, циклистам, скутеристам, внедорожной технике. Ну, также обращаем внимание на обычных автомобилистов, если в зоне нашей видимости они производят какие-то административные правонарушения. А чем вы занимаетесь, когда заканчивается мотосезон? В зиму и время мы ставим свои мотоциклы на хранение, так скажем, и пересаживаемся на патрульные автомобили. Также продолжаем вести службу. Главные ошибки начинающих байкеров? Ну, из главных ошибок начинающих мотоциклистов, что я хотел бы выделить. Кто-то очень пренебрежительно относится к мотоэкипировке, кто-то пренебрежительно относится к дорожному покрытию. Зачастую многие ошибаются при торможении, разгоне на песке, на грязи, на скользкой поверхности. Например, когда те же поливалки наши городские проходят, проливают асфальт. Также после них довольно скользко. Ну, в основном вопрос, скажем так, сцепления с дороги. Некоторые пренебрегают шлема. Стоит ли так делать? Конечно, так делать не стоит. В первую очередь, с точки зрения, ну, влечь даже просто в правил безопасности. Санкция за езду без шлема у нас никак не огромная. Штраф 1000 рублей. Но ездить без шлема я бы крайне не рекомендовал. Потому что даже банально какой-то поднявшийся песок от попутно движущегося автомобиля способен перекрыть возможности хорошо, адекватно оценивать установку дорожки. Камни, так скажем, и народные посторонние предметы про тот же дождь. Потому что в целом неудобно, потому что начинают глаза слезиться. То есть начинает целый ряд проблем. Некоторые одевают очки, но это так же не спасает особо. Но не говоря уже про падение. То есть даже вот на данном покрытии, на асфальтовом, упасть на 2 км в час, можно себе вполне проломить голову. Хорошо. И такой вот от меня главный вопрос. Почему в Воронеже так много наглых водителей? Ну, я не могу сказать, что прям в Воронеже много наглых водителей. Вы имеете в виду среди мотоциклистов или среди автомобилистов? Или вообще в целом? В целом в каждом городе складывается своя культура вождения. Скажем, довольно большой поток в наш город проходит транзитных граждан. Некоторые просто у нас не могут, другу говоря, сориентироваться с дорожной развязкой и так далее. Не могу сказать, что прям очень много у нас наглых водителей на дороге. Но сказал бы, что из года в год все-таки ситуация меняется в лучшую сторону. Перевоспитываются. Ну, кто-то перевоспитывается, кто-то в ходе общения с другими водителями что-то извлекает для себя, кто-то после их ситуации извлекает для себя что-то. Вот для меня, например, очень сильно удивляет то, что с каждым годом, с начала года, все больше и больше водителей более сдержанно и дружелюбно относятся к мототранспорту. То есть зачастую, если это в лет 5-6 назад, двигаясь на мотоцикле, чтобы кто-то тебе там подвинулся, так скажем, при перестроении, при пробке, да, ну, никогда тебя никто не пропустит, наоборот, будут там поджимать и так далее. Сейчас все чаще-чаще все относятся с пониманием. Где-то пропускают вперед, понимают, что мотоцикл более мобильное, маневренное транспортное средство, и он, в принципе, никого не заставит ждать себя. Хорошо, спасибо, Александр. Надеюсь, нашим зрителям будет полезен наш разговор с вами, и они задумаются о том, как вести себя на дорогах, как правильно себя вести на дорогах. Спасибо.